Добрый день, уважаемые участники. Добро пожаловать на наш мастер-класс «Замодительство науки и бизнеса. Презентация научного проекта потенциальным инвесторам». Меня зовут Вадим Седов. Мне помогают вести данный мастер-класс мои коллеги Артем Мартианов и Иван Тяжелов. И у нас план мероприятия будет такой, что сначала мы проведем небольшую лекцию про то, как делать презентации, на какие аспекты обращать внимание в первую очередь, какие-то практические рекомендации по поводу того, как это делать. Потом мы проведем, собственно, небольшой конкурс среди вас. Разыграем главный приз, диплом «От шага в будущее», что, может быть, уже потом показывать не только родителям, маме, папе, но и уже при поступлении в ВОЗ, при устройстве даже на работу, как ни странно. Поэтому, кто сегодня победит, тот большой молодец. Так, значит, я сейчас включу показ экрана. Так, у нас небольшой интерактив планируется, поэтому напишите, пожалуйста, что видно презентацию мою, что здесь все хорошо видно, слышно. Вот в чат можно написать. Так, ну, отлично, живая аудитория. Так, значит, для начала, ребят, огромная просьба. Вообще, ну, мне нравится читать все-таки живой аудитории, поэтому напишите, пожалуйста, кто присутствует, плюсик в чат, чтобы я увидел, что тоже обратная связь какая-то есть. Так, так, отлично, отлично. Дальше огромная просьба. Опять же, хочется читать живую аудиторию, поэтому по возможности включите камеры. Вот для этого нужно вот в этом углу нажать кнопочку «Выйти в эфир» или «Начать вещание». И, собственно, включить камеры. Вот, опять же, если у вас... Вы пока не можете этого сделать, ничего страшного. Просто вот в течение лекции огромная просьба сделать так, чтобы можно было все-таки включить камеры. Потому что, как ни странно, во время конкурса вам нужно будет говорить и желательно, естественно, продемонстрировать изображение свое, своих слайдов, если вы их успеете сделать. Так, пока. Еще раз, ребят, вот в этом углу кнопочка «Начать вещание» и дальше «Включить камеру». Так, отлично. Ребята, а есть кто-то, кто был на английском мастер-классе? Просто у нас вот сколько, две недели назад была еще английская версия данного мастер-класса? Если кто-то есть, напишите, пожалуйста, был на английском мастер-классе. Посмотрим, насколько у вас будет второй шанс сегодня получить приз главный сегодняшний. Так, итогов. Значит, план на сегодня я уже более-менее озвучил. Во-первых, это будет лекция. Дальше будет конкурс презентации у вас. Все-таки у нас практический мастер-класс. Дальше мы будем... разберем выступления. То есть, насколько выступающие учли то, что говорилось во время лекции. Ну и подведение итогов, объявление победителей. Там будет, на самом деле, два приза. Слушайте внимательно. Возможно, если не повезет в одной категории, можно будет победить в другой. Так, значит, начинаем. Значит, для начала представлюсь. Значит, меня зовут Седов Вадим Станиславович. Я являюсь старшим научным сотрудником Института общей физики Российской Академии Наук. Работаю уже больше 13 лет. В 13 лет. И за это время успел защитить кандидатскую диссертацию. В моем архиве более чем 40 статей в различных журналах научных. Не только в России, но и в мировых научных журналах. Удалось поездить по миру благодаря тому, что научная деятельность предполагает участие в различных конференциях. Ну и, естественно, самая ключевая часть работы – это участие в научных проектах, их выполнение, завершение, отчеты. И сейчас являюсь руководителем четырех проектов, в том числе являюсь руководителем одного проекта, который исключительно коммерческий, который существует за счет частных инвестиций и с целью конечной создания производства по тематике, которой я занимаюсь. Вот, значит, поэтому про тему сегодняшнего мастер-класса у меня есть много чего сказать, потому что за это время приходилось побывать в разных самых ситуациях. Поэтому я объединил свой опыт взаимоотношения как с государственными, так и с частными инвесторами в такой вот один мастер-класс. Для начала вообще, перед тем, как я начну эту лекцию, хотелось бы рассказать, что государственные инвестиции и частные инвестиции – это два совершенно разных мира. Государство у нас, оно вообще поддерживает научную деятельность, чтобы что-то новое открывалось, причем неважно, сколько это займет, 5 лет нужно хорошо, 5 лет – вот вам такой грант. Ну, опять же, если это востребованная вещь, то вы могут дать грант, работайте, ребят, да, вы периодически отчитываетесь, какие-то статьи выпускаете. Ну, пожалуйста, инвесторам нужно, как правило, немножко другое. Нужно быстрее сегодня, как можно дешевле, все вот эти ваши статьи научные нам неинтересны, вот эти все. То, что у вас там какой-то большой прогресс тоже, вот давайте результат, да, то есть инвесторы, они больше на сиюминутный результат ориентированы, на частные инвесторы. Вот поэтому, значит, нужно это учитывать, нужно понимать вот эту разницу между государственными и частными инвесторами. И, собственно, сегодня я буду говорить именно про частных инвесторов с государственными, это тема для совершенно другого мастер-класса и не двухчасового, там, черт, много условий, сколько нюансов, а получить государственную поддержку. Вот сегодня мы будем говорить про инвесторов. И, собственно, первый пункт, который нужно учитывать, что вот инвестор – это конкретный человек, да, вот у него есть свои интересы, свои какие-то мысли, свои особенности, характера. Вот, соответственно, нужно понимать, да, кто такие инвесторы, что они хотят. Собственно, вот я выделил здесь четыре основных вопроса, вообще, что нужно учитывать, когда вы вообще изначально готовите какое-то некое предложение коммерческое инвесторам. Ну, вопрос первый, да, что вообще у них есть, что у них можно попросить? Ну, вот первое, что у них есть. Давайте рассмотрим три основных ресурса, да, вот время, деньги, энергия. Ну, давайте попробуем в чат, напишите в чат, как вы думаете, что у инвесторов есть, вот прям с чем они готовы поделиться. Да, из этих трех ресурсов, что у инвесторов есть. Деньги, так. Ну, очевидно, да, вот мы начнем с самого базовых вещей. Если бы у инвестора не было денег, вы бы перед ним вообще никак не оказались. Если бы не было денег, которые бы он готов вложить в вас, то, поверьте, вот он бы занимался чем-то другим, кроме того, чтобы слушал вас. У него бы нашлось там кучу дел, кучу каких-то. Мелких задач. Вот, а деньги, ну, будем исходить из того, да, что деньги у него есть, да, собственно. Это самый простой вопрос. Дальше вопрос следующий. Тоже напишите ответ в чат. А чего они хотят вообще? Как вы думаете? Напишите в чат. Так, прибыль, деньги, деньги, еще больше денег. Вот тут вопрос. Если у них уже есть деньги, то нужно ли им еще деньги? Понимаете, тут, если окунуться в этот вопрос, то ответ бескрайний мой вопрос. Чужая душа потемки. Никогда не знаешь заранее, чего же на самом деле хочет инвестор. Иногда он сам даже не знает, у него образовалась некая сумма. У него есть какое-то ощущение, что надо бы ее как-то вложить. Да, вот, депозиты на банковских счетах, они денег практически не приносят. Ну, вот, он иногда даже подсознательно просто решает, что вот, ну, надо бы поискать чего-нибудь, куда-нибудь вложить. И ответ, что же инвестору нужно, иногда бывает неожиданностью даже для самого инвестора. Потому что, ну, исходно он действительно не исходит из того, что, ну, вот, есть деньги, надо бы сделать так, чтобы они работали. На самом деле, например, может быть, человеку вообще не нужно там сверхприбыли. Может быть, ему нужно просто, чтобы не был некий пассивный доход, который бы позволил отойти от дела, поменьше следить там за компьютером, следить за каким-то акциями, облигациями. Просто посидеть, покататься на лыжах. Вот в это время там какие-то ребята будут изобретать лекарства от какой-нибудь редкой болезни. И, ну, приносить ему деньги. Ну, почему бы нет? Некоторым инвесторам, наоборот, даже эти деньги не нужны. Вот им интересно вот тут вложить, там что-то пообщаться с кем-то, да, вот там, познакомиться с учеными, вообще там, вникнуть в какую-то проблему. Завести новых друзей, в конце концов. Ну, и они готовы, да. Вот у меня есть там какая-то сумма, вот давайте вложим ее в науку. Почему бы нет? Некоторых, например, наоборот, некоторые, знаете, бывают инвесторы, которые вот уже денег заработали, вот там, начитались книг, там, знают все про менеджмент. Вот им интересно, блин, а вот можно попробовать то же самое, только в науке, да, начать там. Вот они, допустим, занимались всю жизнь бумагой, допустим, да. У них завод, там, по производству бумаги, а вот можно ли сделать вот эту схему, применить на завод, по производству нанотрубок, например. И им это интересно, да, потому что любой вызов, это тоже некая возможность, да, проверки себя. Ну, некоторым, например, может быть интересно создать, да, вот то, что они вложили, допустим, в какое-нибудь предприятие или, ну, новую разработку для того, чтобы, не знаю, коровы производили розовое молоко вот сразу, чтобы, там, пищевая добавка и розовое молоко. И они такие приходят, им даже не интересно, чтобы деньги на это сделать, ну, просто приходят, там, друзья, у нас говорят, слушай, у нас такое молоко, бутылочку приносят, да, им там раздают, друзья пробуют, попытаются там понять, оно такое же, такого же вкуса, как обычное молоко или какой-то привкус появляется. Ну, такая вот какая-то движуха, и им уже это интересно, да, там, ну, пускай проект немножко угольный, ну, и что? Для некоторых это не так важно. Другая мотивация может быть, например, опять же, что людям просто вот заработали денег, им хочется вот что-то развить. Даже вот, опять же, вот деньги все равно, да, ну, вот, там, некая такая даже вот, ну, не то что благотворительность, вот, вернуть какую-то, ну, как бы помочь обществу, да, там, с чем-то, да, там, с изобретением нового лекарства, с решением какой-то проблемы. Вот, и опять же, прибыль может быть не самым важным фактором. Может быть такой, что инвестор просто вот, 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 вот прям вы попали в то, что он, вот, прям мечтал с детства, ну, да, например, вот он мечтал в детстве стать космонавтом, но жизнь повернулась немножко не так, он пришлось заниматься бухгалтерией какой-нибудь, еще чем, акциями, вот, а интерес космоса остался, и тут басовый проект по изобретению какого-нибудь, там, нового типа двигателя, да, для ракет. Вау, вообще круто, вообще, двигатель, то, что нужно. Вот, ну, и не нужно исключать, просто, вот, людям скучно иногда, ну, если деньги есть, почему бы, там, не поразвлекаться, не поддержать, там, необычные отрасли, например, выращивание яблок каких-нибудь на новых сортов. Ну, так, люди же выращивают яблоки у себя на огороде, они же не всегда это делают для того, чтобы именно яблоки покушать, иногда им просто сам процесс нравится, такое, собственно, развлечение. Так вот, задача узнать, сделать, приложить абсолютно все усилия, чтобы понять, вот, что данный конкретный человек может хотеть, на какие у него взгляды, да, что он, что ему может понравиться, что вот абсолютно точно не понравится, да, ну, например, если человек, ну, не знаю, дикий пацифист, то вкладывать его в разработку, что-нибудь там, бомб, он вряд ли станет. Поэтому вот нужно вот понять, понять, чего человек может хотеть данный конкретный. Так, теперь вот, допустим, вы заинтриговали, да, ну, то есть самое главное, да, чем-то зацепить. Вот, любая из мотиваций, да. Дальше, собственно, у инвесторов в голове начинает происходить процесс, принятие решений. Вот, и даже если вы заинтересовали человека, иногда он все равно может сказать нет, да, и на это, как на это повлиять, процесс довольно сложный. Чтобы хотя бы вот приблизиться к поиску ответа, можно рассмотреть такую модель, которую был предложен психологом, даже неврологом, да, Полом Маклином, это о триединном мозге. То есть его теория предполагает, что вот как биологический вид, ну, как человек, как биологический вид, эволюционировали из-за садов, то есть сначала были самые отдельные клетки, потом эти отдельные клетки собрались в некие мелкие организмы, потом эти мелкие организмы росли, конкурировали с удружкой, одним организмом ели другие организмы, и вот постепенно-постепенно это накапалось, ну, и мозг, соответственно, рост параллельный с этим процессом. И вот в какой-то момент расценировалась рептилия, да, и у релептилий был, мозг, ну, он был довольно примитивный, ну, достаточно для того, чтобы посмотреть по сторонам, понимать, что вокруг, что его может съесть, от чего надо бежать, от чего наоборот нужно догонять и есть самим, в свою очередь. Потом организмы развивались, становились более сложнее, и особи начали объединяться в стаи, да, в куст такие, с некой иерархией у животных начинали возникать эмоции, да, то есть распределение, так, кто здесь хозяин, кто здесь как вожак, кто не вожак, с кем мы дружим, кто свой, кто чужой. Вот это вот та такая, становилась уже, мозг так млекопитающего. И, опять же, с эволюцией эти стада начали как-то между собой взаимодействовать, начались уже вот такие процессы осознания для животных, того, что происходит. Возникла некая логика, некая вот такая уже иерархия между некими отдельными стадами, возникали сначала объединения, потом уже государство и так далее. И вот сформировался уже такой вот прям человеческий мозг, который способен к анализу, к математике, к физике, к химии, и к более сложным каким-то мыслительным процессам. Вопрос. Как вы думаете, на основании какой части мозга принимается решение о том, что доверить свои деньги в некий проект, совершить инвестицию, ну, с ожиданием, что это чем-то как-то воздастся? Напишите, пожалуйста, в чат, как вы думаете, в какой части мозга принимается решение. Так, сильный миокортекс. Миокортекс. Так. Подавляющее большинство голосует за человеческий мозг. И, ну, логика здесь понятна, действительно, вот инвестор должен по-хорошему, да, инвестор должен проанализировать, там, вникнуть в проект, да, там, посчитать что-то. Ну, вот если исходить из практики, то давайте вспомним три ресурса. У человека есть деньги, у него нет времени и, как правило, нет энергии у инвесторов. И инвестор не будет копаться досконально в каждом проекте, про который он слышит. Да, то есть, вот, допустим, вы на неком событии, где вот сидит инвестор, и ему нужно заслужить 20 докладов, 20, как бы, предложений, да, для инвестиций. И вы что, думаете, вот, там, по 5 минут на доклад? Думаете, он будет прям в каждые 5 минут, эти 5 минут, будет внимательно слушать, будет анализировать, там, математику, будет пытаться понять, как вообще формула, как вот механизм, да, работа того, той штуки, которую он предлагает. Вот, если смотреть на реально, как это происходит, да, то человек сидит и прям и доверяется неким ощущениям. Вот, оно, не оно, да, и это единственное, к чему прислушивается инвестор. Вот, как это ощущение складывается, это непонятно, но вот то, что я сейчас хочу сказать, что решение принимается между рептильным и между мозгом рептилии и млекопитающим. Очень-очень близко к мозгу рептилии. То есть, вот он, это близко к тому, что вот рептилия видит другую рептилию и думает, так, значит, мне ее догонять и есть или от нее убегать. Вот так же и инвестор сидит и думает, так, вот, значит, этот проект, вот какое у меня ощущение сейчас внутри, то, что надо вот выбрать и инвестировать, или наоборот убегать от них, или просто сидеть, и не обращать внимания. То есть, это решение на таком очень-очень примитивном уровне. И в связи с этим, для того, чтобы помочь инвестору принять решение, нужно ответить всего на три вопроса. Вот это те три вопроса, которые сидят в голове инвестора от начала вашего выступления и до конца. И вот он прям сидит и с блокнотиком ждет. Значит, вот так, на этот вопрос ответили, на этот вопрос ответили, на этот не ответили. Значит, что-то не то, наверное. Значит, первый вопрос, да, сколько они хотят? Они, в смысле, вы. Сколько денег нужно для реализации такого проекта? Это очень важный параметр. Потому что, например, есть некий инвестор, и у него есть, допустим, миллион долларов. Ну, лишь. Или сколько там сейчас рублей? 100 миллионов рублей. Вот он думает, ну, давай посмотрим, что мне могут предложить. Тут выступаете вы и говорите, так, вот тут такая замечательная вообще программа полет на Марс. В принципе, осуществимость стопроцентная, мегагениальная идея, все уже проработано. На это нужно 10 миллиардов рублей. Инвестор говорит, да, слушай, хороший проект, хороший. Ну, вот у меня, к сожалению, нет. У меня таких денег нет, поэтому. Ну, вы молодцы, ребят, да, светлый путь вам. Но не сегодня. Или наоборот. Он сидит, вот у него эти 100 миллионов рублей, тут вы говорите, вот, а нам нужно 100 тысяч. Вот он думает, мне нужно на это свою энергию тратить или нет? Ну, иногда вполне может так, махнуть, да, держись. Ну, не прогорит, прогорит, ничего страшного. Вот, но ответ на этот вопрос обязан быть, потому что, если его нет, ну, сами представьте, вы приходите в магазин, на стенде лежит шоколадка, но без подписи, да, и вы вот не знаете, сколько оно стоит, спросить не у кого, да, вот можно только пробить и сразу карточкой оплатить. И то не факт, что там цена как-то высаживается, просто вот некая абстрактная сумма. Собрать бесплатно? Ну, мы к этому вернемся, вы запомните этот вопрос, про забрать бесплатно. В общем, цена должна быть. Ну, я, как имевший дело с закупками, скажу, что это очень неприятная ситуация, когда вот нужно купить какую-то конкретную вещь, и находишь ее на сайте производителя, и там подпись «Цену узнавайте у менеджера». Сразу как-то не хочется. Ну, то есть, если очень нужно, то, конечно, в итоге узнаешь, но, как правило, это отталкивает. Если цена озвучена сразу, это создает некая доверие. Вопрос второй, на который надо ответить. Сколько я получил, то есть, сколько получит инвестор? Опять же, чем это значение больше, чем то, сколько вы хотите, тем лучше. Ну, тут очевидно, да, потому что это хотя бы поставит ваш проект в некую категорию, да. даже если вы честно скажете, что, ну, на первом этапе проект будет убыльный. Это лучше, чем если вы будете там рассказывать сказки про 200-процентную выручку в первый же месяц проекта. Потому что все сразу понятно, что это ерунда какая-то. Вот, поэтому, ну, честно озвучивать, да, вот, мы прогнозируем, что первый год все будет убыльный, второй год, ну, там уже что-то в ноль, там третий уже чуть-чуть в плюсе будет. Или наоборот сразу, да это, блин, такая идея вообще, вот, вот, сегодня вкладывай, завтра, завтра будет прибыль, ну, непонятно какая, ну, опять же, можно переборщить, то есть, если вы уж обещаете большую прибыль, то подтверждайте хоть чем-то. Вот, ну, и третий вопрос, каковы риски? Понятное дело, что самые неприятные ситуации, когда деньги вложены, и тут же все идет не по плану. Это, вот, это ключевой вопрос при принятии решений. то есть, вот именно на этот, ответ на этот вопрос дает рептильный мозг, рептильная часть нашего мозга, который вот прям чувствует, нет, что-то чую не то, или наоборот, ну, вроде нормально, вроде пазл сходится, можно вложить. Вот, и именно риски определяют, насколько инвестор готов будет поделиться, рискнуть своими деньгами ради вашей идеи. И вот, значит, собственно, основные варианты, что что-то пойдет не так для инвесторов. Первый вариант, это вот, вообще, вот, те, кто просят деньги, они, в общем, с математикой-то как дружат, потому что, ну, например, вы представляете бизнес-план, ну, вот сейчас, модно, да, бизнес-планы делать, и у вас все расписано, прогнозируемое, востребованное, прогнозируемое число, допустим, клиентов, будет тысяча в месяц. Каждый принесет, там, по, тысяче рублей. И дальше, вот, затраты, там, на персонал, затраты на аренду, все дела. Потом, инвестор, так, вот, секундочку, а, вот, учли НДС? Что? Что? Какой НДС? Ну, НДС, с этого же надо НДС платить, вы как? И, ну, собственно, ваш проект рассыпается, потому что, во-первых, он может рассыпаться чисто по математике, во-вторых, ну, то есть, что он прибыль не принесет, а во-вторых, уже доверие не то совершенно. То есть, если у вас с математикой где-то ошибки, то очень велика вероятность, что у вас и в других частях вашего проекта тоже полно этих ошибок. Поэтому такие маркеры, как вот банальная математика, могут похоронить все ваши предложения. Второй пункт, что может пойти не так, это то, что у меня есть некая команда, которая готова реализовать проект, но сразу видно, что команда как-то собрана на коленки, из кого попала, никто не с кем не дружит. И вообще, что вот даже если сейчас в этот проект инвестировать, то вполне вероятно, что через пару месяцев просто все дружко разругаются, что поют не так, и просто команда разбредется, оборудование развалится, или сломается, или там пожар произойдет. И, в общем, вообще вот это дело, вот уже на данном этапе видно, что как-то не пойдет. Вот тоже нужно продемонстрируясь, соответственно, если вы идете за инвестициями команды, что вот вы сплоченная команда, что вы готовы работать над одной целью, ну, продемонстрируя компетентность свою, да, и это мы уже переходим к третьему пункту, вопрос, а вообще они знают, что они делают, да, потому что вот это особенно касается науки, например, вы предоставляете проект нового космического двигателя, который работает на торсионных полях. Ну, даже инвестор не будет знать, что такое торсионные поля, но он спросит, повернется направо, спросит своего помощника, ты что, это очень реально, это скажет, ни в коем случае. И все, ну, до свидания, репутация подмочена уже, то есть, даже если вы потом этому же инвестору предложите что-то более реализуемое, то, скорее всего, уже никакого доверия к вам не будет, поэтому тоже вот нужно продемонстрировать компетентность, но вот умерен, не перегибая палку, рассказами про то, что торсионные поля, на самом деле, такая вещь, да, и четвертый пункт, тоже касающийся торсионных полей, те же самые, то, что не пытаются ли меня обмануть, вот прям специально, да, то, что пришли какие-то три мошенника, знают, что врут, знают, что у них ничего не получится, знают, что я потеряю деньги, и все равно пытаются выбить, вот, ну, чтобы там на мои деньги худо-бедно несколько месяцев просуществовать, а потом найти еще какого-нибудь человека, которому пустить тоже пыль в глаза, еще, еще какой-нибудь проект выбить, вот, и, ну, как правило, такая вещь, таких мошенников не так много, слава богу, давно, но все равно встречаются, поэтому у любого инвестора, в бизнес-среде чаще, чем у науки, поэтому у любого инвестора всегда вот есть на подкорке уже, мыслили, они хотят ли меня вот прям обмануть по полной, да, и вот тоже, поэтому, как бы, изначально некое недоверие к всем выступающим все равно присутствует, да, нужно тоже понимать, что у инвестора свои интересы, он не не всегда является вот таким прям благотворителем, который от души готов раздавать деньги налево и направо, все равно скептицизм всегда будет присутствовать, надо будет быть к этому готовым. Так, с инвестором, с инвестором разобрались, да, то есть, человек конкретный со своими интересами, со своими какими-то заскоками, может быть, это все нужно учитывать, надо вот презентовать свой проект вот конкретному человеку. Дальше. Теперь, давайте посмотрим, что же мы будем презентовать, а что вообще стоит включать в свой доклад, презентацию или просто вот в общение с инвестором. Отчего делать ни в коем случае не надо. Вопрос первый. мы уже разобрались, что решение принимается на уровне рептильного мозга, поэтому пожалуйста, выкиньте из своей презентации все формулы. Если никто вслушиваться не будет, опять же, инвесторы, у них немножко времени на вас нашлось, но это не значит, что у него на вас столько же энергии, поэтому просто вникать в то, что вы вывели из уравнения Максвелла новый тип двигателя для ракет не будет. Если вы просто скажете, смотрите, такой интересный проект, давайте вместе сейчас сделаем двигатель, это может сработать. А вот эти вот там, смотрите, ню квадрат, деленный на пи, умноженный на дифференциал ТДХ никому не интересно. Дальше. Когда вы представляете некий проект, текст почти никогда не работает. Худшая презентация это когда на слайдах текст и оратор читает с экрана просто то, что он записал заранее. Мы все встречались с такими типами презентации. А теперь так, сейчас вопрос будет вам, зрителям. Готовьтесь написать в чат. На выбор дам две картинки. Вам картинку А и картинку Б. Надо будет как можно быстрее написать в чат, какая из картинок вам больше нравится, какой из картинок вы бы готовы, за какую из картинок вы готовы были бы заплатить деньги, чтобы получить этот предмет. Так, надеюсь, все готовы. Давайте. Раз, два, три. Поехали. Итак, в чат. Что бы вы купили? А или Б? Так, так, вот те, кто меня послушал, да, значит, почти единогласно А, ну, за исключением людей, которые все-таки смотрели достаточно долго, чтобы проанализировать, что происходит. Данная картинка как раз демонстрирует, да, принцип решения. А, поясню, да, ну, на картинке А это устаревший дисковый телефон, который уже не очень актуален, так скажем, в нашем время. Картинке Б iPhone, да, и причем, ну, не знаю, насколько он современный, эта картинка из интернета, но тем не менее, визуально, конечно, вот картинка А, она более визуально привлекательна, то есть она снята под определенным ракурсом, она подчеркивает вот некую летящность данного предмета. картинка Б снята с непонятного угла, там, с какими-то футер-марками, ну, то есть никак, визуально никак не привлекает. Поэтому, опять же, большинство людей в данном чате выбрало картинку А, хотя, ну, понятное дело, что с объективной точки зрения Б все-таки, ну, современный смартфон намного имеет больше поле применения, чем дисковый телефон, который даже вот в наших квартирах даже непонятно, куда подключать, да, потому что уже большинство людей эти домашние телефоны не используют. Вот, соответственно, свою презентацию надо стараться делать так, чтобы она выглядела как картинка А, а не как картинка Б. Это очень, кстати, вот тут никто не сказал, был ли кто-то на английской версии данного мастер-класса. Вот, но на английском мастер-классе как раз победил человек, который очень много времени уделил именно визуальным компонентам в своей презентации, ну, и плюс несколько других вещей из данной его лекции. Так, дальше с этим разобрались. Да, раритет, ну, если уточнить, сколько сейчас стоит дисковый телефон, даже такой красивый айфон, ну, все-таки смартфоны немножко подороже, поэтому мы в рамках данной презентации используем стоимость как некий объективный критерий. Так, третий момент, который, про который нельзя не упомянуть, это про то, что все-таки презентация это некий процесс, но в то же время некий акт, да, то есть он должен иметь начало, введение, основную часть, заключение, должен иметь некую кульминацию, когда нужно желательно создать некий такой вау-эффект, чтобы рептильный мозг инвестора прям восхитился и сказал, ну, и вовсе сомнения, вот это то, что нужно. Ну и просто вот грамотная красивая речь, связанная не о которой вот опять же начало, введение, потом нарастание, 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 кульминация и дальше призыв к действию, вот дайте мне столько денег. Одну секунду. Так, прошу прощения. Так, сейчас, стоп. Да, и ключевым моментом вообще, ну, как в одном советском мультике было, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Поэтому выбрать название своего проекта тоже очень-очень важно, потому что некоторые проекты, они настолько запутаны, название их проектов настолько запутанное, что люди даже не понимают, чего вы хотите, чего вы хотите добиться и более того, когда пытаются вспомнить вообще о чем вы рассказывали у людей, вот перед глазами листочек с названиями и вот ваша презентация даже иногда не ассоциируется с тем названием, которое вы дали. короткое, емкое, название, даже можно без лишних деталей, просто там алмазные гетероструктуры, допустим, многоточие синтезы применения в электронике. Да? Да. А если это будет там загроможденно, типа CVD-синтез в смесях метановодорода, алмазоподобных структур на подложках кремния, изучения свойств. Ну, непонятно ничего. Поэтому к названию отнести здесь очень-очень серьезно. По названию будет очень, ну, название-то один из ключей к раскрытию своего проекта. Поэтому никогда не недооценивайте то, как вы называете свою работу. Так, ну, мы разобрали инвестора, мы разобрали, что ему докладывать. Дальше теперь нужно разобрать и докладчика, то есть вас, что вам нужно делать. и тут первый момент это не отсиживаться в уголке. Я понимаю, многим людям на какой-нибудь мероприятии, когда никого знакомого нет, и вообще непонятно, что здесь происходит, очень хочется достать телефон, забиться в угол и там сидеть, переписываться с друзьями в какой-нибудь социальной сети. но вот, к сожалению, если посмотреть такие мероприятия, то люди с телефоном в уголочке как раз и остаются за бортом такого мероприятия. Поэтому, если у вас есть возможность выступить, что-то презентовать, то обязательно надо воспользоваться, нельзя отсиживаться, можно брать, взять, взять себя в руки, составить какую-то презентацию, выйти на сцену, рассказать. И кто знает, может быть, это как раз и станет тем ключевым моментом, который позволит вам привлечь инвестиции, свой проект, продвинуться куда-то по некой такой воображаемой карьерной лестнице. Поэтому очень важно не отсиживаться, проявлять активность и вот это только так можно добиться чего-то. Следующий момент. Вот вы вышли на сцену, да, или может быть, как здесь, в некое такое онлайн-событие, вот вам дали, включили микрофон, все, вот в этот момент все слушают вас, то есть даже не важно, там сидит миллионер, миллиардер, в этот момент вы самый главный человек в этой аудитории. То есть все слушают вас, вы лидер группы, вожак, можно сказать, и, соответственно, нужно держать план, не нужно к этому готовиться. Тоже, опять же, тут очень много ключевых факторов сыграет роль. Мы уже говорили о важности визуальной составляющей презентации, хочу сказать, что визуальная составляющая докладщика тоже имеет большое значение. По тому, как вы сделаете презентацию, инвесторы будут судить, а вы вообще готовы проект там вести, отвечать за деньги, у вас то, что вы говорите, оно связывается в единую какую-то конструкцию, или вы рассказываете, у вас там прическа вот такая сумасшедшая, как это, глаза бегают, бубните себе под нос, ну вот уже понятное дело отношение к таким людям становится сильно портится. Вот, поэтому не забывайте, что слушают вас, смотрят на вас, анализируют, вас тоже, не только то, что вы говорите, но вот то, каким, какой образ, образ какого человека вы демонстрируете на сцене. Поэтому здесь важно уделять внимание и тому, как вы сами себя представляете. Да, и тут, соответственно, есть один нюанс с формой представления презентации или проекта своего инвестора. Потому что понятное дело, что у любого события есть некие шаблоны, некие рамки. Но если делать все строго по лекалам, то выступление получится смазанное, скучное, неинтересное. чтобы лучше объяснить данный момент, я вот такой составил некий спектр такое слово крутизны презентации. Опять же, если вы сделаете все ровно по правилам, уложитесь ровно во время, будете все-все-все делать то, что от вас ждут, то это будет скучная какая-то может быть она даже и сработает, это один из факторов. Может быть инвестор увидит, что реальная математика у вас прям идеальная, может некоторым даже понравится, что у вас все строго по полочкам. Но, как правило, люди видят, что скукота и скукота не притягивает, как правило. ничего. Дальше вы там решаете, ну ладно, конечно, все правило, правило. Я тут сделаю картинку получше, здесь сделаю акцент посерьезнее, уже презентация такая, не скучная, а нормальная, даже интересная. Дальше продолжать делать какие-то фишечки, а здесь у меня будет видео, а здесь какая-нибудь анимация, и проект уже сможет прям, да, интересно, вовлекает себя. Но, если продолжать это делать, если у вас прям в каждом слайде что-нибудь, какое-нибудь видео, в каждом слайде что-то вылетает, то это уже будет перебор, и смотрится уже, вот если прям совсем переборщить, например, у вас официальные события, а вы пришли, ну, как вот этот человек изображен на картинке, то есть как-то, ну, даже может не так, ну, по крайней мере, вместо какого-то, ну, такого более-менее делового костюма поведете, не знаю, с ирокезом, с кожаной куртки и начнете рассказывать, как вы сейчас будете изобретать вечный двигатель. Ну, это уже будет, да, причем не таким, не стандартным голосом, а каким-нибудь, или вообще в форме стихотворения, да, но это, поэтому делать будет что-то такое необычное, но в сочетании с другими факторами может вас восприниматься как клонада или уже что у вас совсем уже там как-то крыша поехала, да, и вообще вас не стоит слушать, а пока вот у вас выступление пять минут будет длиться, уже на третьей секунде после такого представления инвестор пока проверит, ну, поймет, что слушать не стоит, пока проверит, там, звонил ли ему кто-то, какие-то новости за эти 5-10 минут произошли в мире и так далее, вот, поэтому здесь очень важно все-таки с одной стороны не фанатично придерживаться всех тех правил, но с другой стороны не перебарщивать с некими такой, с некими фишечками, с некими концепциями по привлечению внимания, вот я прям могу даже историю рассказать, я был на научной конференции, там был, были научные доклады в форме презентации и форме стендов, стендов, ну, и плакатов, грубо говоря, в один из плакатов был, про научную, научное какое-то некое достижение, был сделан в форме комиксов, и, ну, комиксов, вот прям серьезный комикс, там были картинки, там какой-то профессоров в халате приходит в лабораторию, что-то, какие-то колбочки переливает одну в другую, то есть, ну, привлекает это внимание, ну, не скрою, да, привлекает, но помогает ли это мероприятию в целом, я вот здесь, если честно, и не понял, в чем научная новизна данного открытия, да, что они вообще сделали, насколько это полезно, ну, просто вот некий комикс, хорошо, там, причем даже человек, который должен был рассказывать это, то есть, должен стоять перед постером рассказывать по своему изобретению, и он даже не появился, поэтому вот этот постер, он привлек внимание, хорошо привлек внимание, достиг он цели, нет, потому что никто так и не понял, в чем же, в чем же заключается данное открытие, поэтому вот здесь, это вот как раз пример про то, что можно переборщить, да, вот с этой вот некой, некими фишечками, и все-таки все-таки быть в рамках формата, не строго придерживаться всех правил, но хотя бы в рамках формата оставаться. Да, ну и последний совет, это практиковаться, причем практиковаться как можно чаще, даже если, допустим, у вас не до конца готовы слайды, не до конца просчитали все, ну, избежать от этих вот острых углов, но все-таки выйти, рассказать, причем, кто знает, может быть, именно вот такое практическое выступление, да, которого и не имело цели привлечь к инвестиции, может, тут именно оно и зацепит кого-то в зале, причем, может быть, не того, кто сидит в первом ряду, а может, кто-то из угла услышит, что, блин, это интересная такая идея, подойдет к вам после мероприятия, поговорит, поймет, что у вас там есть какие-то нерешенные моменты, поможет их решить, понимаете, и вот, поверьте, иногда такие долгосрочные, долгосрочные деловые связи возникали на самом пустом месте, даже вот если вы просто выйдете, расскажете свою презентацию, может быть, не до конца полированную, все равно это может сильно ускорить ваш путь в научном бизнесе. Так, ну все, значит, опять, что лекция у нас подошла к концу, так, по времени мы как раз укладываемся довольно неплохо, поэтому перед, давайте, перед тем, как я объявлю правила конкурса, я готов выслушить вопросы, ответить по возможности, поэтому либо пишите в чат, но лучше, конечно, включите микрофон, задайте голосом, это всегда приятнее, поэтому прошу. Давайте. так, ну хорошо, будем считать, что вопросов нет это приятно а тогда объявляем конкурс конкурс у нас будет презентации как ни стран научных проектов ваших некому потенциальному инвестору сейчас так говорят что есть вопрос название проектов ключевой вопрос первое что должно быть название то что оно должно вызывать четкую ассоциацию с тем что вы будете рассказывать не технические детали нет и некие скрытые то что вот мы на самом деле разрабатываем материал для стенок сопла двигатель 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 космического аппарата обязательно нужно начинать с того что на чтобы вызывал картинку некую в голове двигатель космического аппарата дальше можете вот он будет очень вот вообще в названии очень хорошо смотрится двоеточие это уже признано мировым мировым сообществом научным что лучше название разбирать на две части первая часть такая общая которая вызывала некую вот эту картинку в голове ассоциацию с вашим проектом с тем что вы делаете да и может быть с целью который вы пытаетесь достичь а дальше через двоеточие уже конкретные проблемы которые вы занимаетесь поэтому например вот для космического двигателя космические двигатели нового поколения двоеточие создания но материала нового материала для сопи или высокоэффективных сопи допустим так а то есть ассоциация и дальше конкретная проблема которой вы занимаетесь так хорошо значит у нас вот кстати в так сейчас еще раз конкурс будет заключается в следующем вы по очереди будете рассказывать свои проекты некому потенциальному инвестору социальный инвестор у нас будет один это артем мартиянов прошу любить и жаловать значит именно он решит судьбу диплома главного приза он высушит все лекции все точнее презентации дальше расставит их по пунктам первое место такое будет победить второе место третье место и так далее и так далее дальше перед тем как он напишется результаты каждый из вас так как вы тоже слушали все эти презентации вы написали в чат свое предположение как инвестор распределил места и соответственно судьба второго приза это из лучшему аналитику будет определяться насколько близко вы предсказали результаты данный инвестор для нас сейчас будет подготовительная фаза какое-то время довольно длинная значит на первом этапе вот у вас будет три минуты как раз чтобы подобрать название да вот я вам некую рекомендацию высказал но это будет между нами большой секрет тем не менее вот что вас будет три минуты поэтому прошу отнесись к выбору название ответственно и соответственно через три минуты после как я дам отмашку вам нужно будет написать название своего проекта в чат на название того что вы будете докладывать дальше у вас будет 20 минут на подготовку то есть выключим камеры пауза перерыв и через 20 минут мы начнем этап собственно конкурсный где вы один за одним будете докладывать свой проект соответственно сколько это времени займет мы сказать заранее не можем зависит от вас больше больше всего ну вот давайте введем такой регламент это пять до пяти минут до пяти минут на выступление не не надо вот прям лучше не не растягивай своего спин да вот я упомянул что лучше сделать короткое выступление но емкое чем длинное и размазанное и без без кульминации все поэтому вам будет максимум 25 минут после которого мы будем прекращать презентацию но лучше вот за две-три минуты высказать даю и у вас будут возможность ответить на вопросы а у тех кто у тех кто слушал презентацию будет возможность задать вопросы возможно своими вопросами попытаться потопить конкурента это уже от вас зависит или наоборот вам например очень интересно будет тематика вы искренне хотите задать какой-то вопрос соответственно тоже по два-три вопроса в принципе можно будет успеть ответить ну и дальше уже подведение итогов и выдачи призов значит до последние наставления не забывайте что вы рассказываете конкретному человеку конкретному инвестору на еще раз инвестор у нас будет артем мартиянов кстати если вы хотите что-то спросить про артема ну давайте я вот мне немножко расскажу про артема артем у нас это легенда инвестор инвестор занимался какое-то время допустим так инвесторы складывая занимался ценными бумагами недавно одна из компаний в которой он вложился сильно выросла но понятно ему стало понятно что ближайшие пять лет это максимум который компания может выдать соответственно он продал акции этой компании вот у него образовалась некая сумма для того чтобы он захотел вот ее куда-то инвестировать вот легенда такая если какие-то дополнительные вопросы к артему вас есть можете сейчас спросить в чате или голосом даже дам минутку на это так сейчас вопрос и сейчас нет доступа к микрофону и видео я могу каждому стоять в принципе мы можно так сделать но сами понимаете что это сильно ухудшает шансы но да да давайте почему бы нет вот но тут тоже прокомментирую что любые технические вопросы на такого рода мероприятиях это ложатся на вас если у вас не работает микрофон если а то есть если вы там выделили время и туда выясняется что у вас допустим драйвер какой-то конфликтует и у вас видео из камеры не идет в данную программу если вы забыли флешку если это все ложится на вас поэтому нужно я понимаю что мы мы конечно предупреждали что будет конкурс не прибежали какой форме он будет но тем не менее но нужно быть готовым ко всяким таким техническим вещам вот ну юли мы пойдем на встречу конечно я полистаю слайды может даже зачитаю за нее текст но насколько это понравится инвестору непонятно дальше значит да про приз лучший аналитик опять же это будет человеку который ближе всего подберется к тем результатам который выдаст наш инвестор дальше еще раз не пренебрегайте названием лучше конкретного проработать да и вот последний совет это вы под напрячься потому что иногда это довольно часто просто того что вы переплюнули соперников хватает для того чтобы именно вам достался приз досталась инвестиция так как известно что чтобы убежать к медведя не надо бежать быстрее медведя на бежать быстрее своего товарища поэтому рекомендую ближайшие 20 минут под напрячься значит еще раз регламент такой вот сейчас 13 04 у вас три минуты на то чтобы прислать название своей презентации в чат и дальше будет еще 20 минут на то чтобы подготовить данные данную свою свое выступление поэтому засекаем время через три минуты зафиксируем сколько у нас будет докладов сколько сколько потенциальных победителей давайте три минуты так ну что у нас пока четыре доклады я вижу ну хорошо хорошо давайте тогда будем 5 6 хорошо тогда ребята давайте если вы дописываете то вот еще пару минут у вас есть про название значит дальше у нас 20 минут на подготовку и мы начнем вас заслушивать значит тогда вот в половину половина второго жду вас здесь тех кто по какой-то причине не может сейчас выступить все равно присоединяйтесь может выиграть диплом за то что угадаете результаты у всех есть шанс выиграть что-то дальше вопрос презентацию делать это ваше дело но опять же как я уже говорю в лекции визуальная составляющая даст вам бонусы слайды может сами сделать опять же но это не не обязательная вещь но опять же слайды увеличит ваш ваш шанс про пол по поводу слайды откуда брать если его не совсем понял вопрос ну опять же накидать слайды на 5 минут на выступление за 20 минут вполне реально поэтому давайте ребят половину второго жду вас тут если у вас какие то вопросы есть можете задавать их в чат я камеру микрофон отключу ну вот на вопросы в чате отвечать буду поэтому ребят удачи жду вас через 20 минут так что уважаемые коллеги надеюсь вы здесь надеюсь у вас все получилось ребят кто уже готов поставьте пожалуйста плюс в чат если вы не готовы прямо сейчас тогда поставьте ну сколько вам минут еще нужно для подготовки мы сейчас распределяем очередность докладов и для того чтобы не было заминок лучше заранее понимать что как так то есть три человека сейчас готовы еще два человека будем думать нужно еще несколько минут так что на секунду ну что коллеги мы значит тогда определились с очередностью докладов сейчас значит я поясню артем проанализировал название как я уже говорил название это очень важно и значит распределил очередность докладов и первыми наиболее интересные ему судя по названию доклады в конце те которые по какой-то причине не 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 столь привлекли его внимание поэтому сейчас артем значит выкладывает и вот у нас первое выступление тугарин егор так егор значит прошу включить микрофон и камеры презентацию если есть и начать уже докладывать сады переключаться подскажите но слышно увидим и сады переключаться здравствуйте разрешите представить проект биотоплива наш путь к очищению планеты на сегодняшний день существует проблема эффективной утилизации древесных отходов казалось бы самое простое вывести их на свалку но в этом случае предприятие несет множество затрат на сборы складирование и размещение отходов кроме того они негативно влияют на окружающую среду поэтому мы рассмотрим относительно новый вариант утилизации отходов посредством производства топливных грамм актуальность работа обусловлена с одной стороны тем что посредством производства будет очищаться территории предприятий и городских земель а с другой стороны продуктом такого способа станет возобновляемая биотоплио при производстве пиломатериала образуется от 40 до процентов отходов и только 50 процентов сам пиломатериал а при дальнейшем производстве погонажных изделий образуются еще 20-40 процентов отходов все эти отходы светообразно не просто утилизировать или сжигать а произвести большой продукт с добавочной стоимостью в нашем случае пилеты теперь разберемся что такое пилеты пилеты нормированное цилиндрическое изделие из отходов терроработки а при сгорании топливных гранул кбд выше чем просто при сжигании пилы и щепы и выше даже чем у каменного угля сейчас выделим преимущество пилет оно пилетное отопление безопаснее газового остатки продуктов горения характеризуется низкой зольностью экологичность и антиллергенность пилет ввиду исключения химических соединений при производстве и удобство хранения пилет в любом сухом помещении а здесь представлена упрощенная схема технологии изготовления пилет основные стадии данного процесса здесь представлена модель технологической линии которая может быть применена на производстве по форме продажи пилет они продаются насыпью в бигбегах это большие упаковки по несколько тонн и в упаковках небольших размеров это самый дорогой вариант мы провели калькуляцию себестоимости производства пилет а также оценили финансово-экономические показатели проекта основные вложения это закупка технологического оборудования сырье у нас условно бесплатным поскольку является отходами от основного производства по итогам оценки мы уже видим что производство купится через два года и будет решаться проблема не только с экономической стороны но и с экологической с экологическим законодательством также был проведен свой анализ который позволил выявить сильные стороны о которых я уже сказал слабыми сторонами является падение цены и то что рынок сбыта это только эдфорд в другие страны внутренний рынок почти не развит возможности семенами представляется расширение производства а в виде угроз это нарушение цепочек логистических а может быть еще снижение цены и увеличение стоимости и сроков поставки на церковь частей и оборудования по производству пилет мы установили принципиально возможность переработки отходов а также установили ее рентабельность все спасибо за внимание готов ответить на ваши вопросы спасибо так вопросы аудитории чате можно голосом вот насколько мне известно уже существует оборудование для производства такого топлива я не совсем понимаю на что конкретно требуется инвестиции в какой сумме у нас конкретный на технологическую линию просто до все оборудование существует она представлена максимальная эффективность которую мы можем за эти деньги получить а инвестиции требуется в размере еще раз инвестиции нам требуется в размере 29 миллионов хорошо спасибо 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 Егор так я так понимаю вопросов больше нет поэтому поэтому спасибо так второе выступление у нас Мельникова Татьяна Татьяна вы готовы? так Татьяна похоже не готова тогда ну что ж сэкономили немножко времени значит третье выступление Егор Горелов Егор а вы как? готовы? так слышно так сейчас я сначала бы разобрался как значит вот там есть кнопочка выйти в эфир дальше микрофон вы включили значит а слайды чтобы показывать нужно внизу нажать кнопочку вот тут показ экрана он почему-то не хочет у меня презентацию показывать показывает окна открытые возможно откройте презентацию у вас в пауэрпойнте я так понимаю значит чтобы она была на весь экран дальше перейдите в окно нажмите на показ экрана или можете просто продемонстрировать весь свой рабочий стол да дело в том то что у меня текстовые распечатки нету я буду смотреть с ну то есть с еще одного документа и чтобы вас не отвлекать но чтобы был нормальный показ я хотел бы как показ приложения Егор давайте так вот вы выступаете как хотите вот насколько это инвестору понравится этот вопрос ну вот у вас пять минут которые уже пошли что вот ваши пять минут видно вот теперь видно именно видно сам пауэрпойнт или пола да 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 так здравствуйте сегодня я хотел бы представить вам свой проект освещения смотровой площадке с помощью солнечных панелей составляющие солнечные панели для начала узнаем что такое солнечная панель солнечная панель это полупродниковые изделия которые аккумулируют солнечную энергию и преобразуют ее в электрический ток то есть у нас есть составляющие это кераметичная рамка стеклянное покрытие фотоэлементы полимерная пленка и обратная стенка панели типы солнечных панелей бывают всего три типа солнечных панелей это монокристаллические монокристаллические извините поликристаллические и тонкоплёночные для нашего проекта лучше всего подходят монокристаллические солнечные панели потому что они имеют меньшую стоимость больше время работоспособности и соответственно больше кпд преимущества и недостатки солнечных панелей прошу прощения мы видим седьмой слайд седьмой слайд у нас открылся пауэрпоинт продемонстрировал окно не то которое развернулось на асекан вот сейчас первый так а если буду вот так видно да так видно ну вот давайте все заново ладно кратенько солнечные панели это полуоплодниковые изделия которые аккумулируют солнечной энергией и преодолеешься продолжить хорошо преимущества и недостатки солнечных панелей преимущества генерации солнечной панели ой солнечной энергии энергии полностью экологически чистый процесс не имеющий рисков загрязнения окружающей среды единственный момент где есть небольшое загрязнение это замена аккумулятор но данная проблема у нас как бы везде я думаю актуально естественно это автономность процесса то есть сбор солнечного света и выработка электроэнергии приходит проходит с минимальным участием человека человек нужен соответственно для замены каких-то деталей установки вот выработавшие свой ресурс солнечные панели могут быть переработаны и снова использованы в производстве это доказано долгий срок службы там если не ошибаюсь есть даже солнечные панели которые работают на протяжении 25 лет ну и соответственно могут останавливаться в любой местности вот недостатки для солнечных панелей размещенных на земной поверхности выработка энергии будет существенным образом зависеть от погоды это вот такой небольшой плюс ой небольшой минус который как раз таки ограничивает использование их в каких-либо регионах наибольшее количество солнечной энергии поступает летом и наибольшее потребление энергии происходит зимой так как зимой у нас ночь дольше ну и высокая стоимость вот светодиодный фонарь так вот так видно если я что-то показываю или powerpoint видно нет не видно ничего powerpoint видно или нет powerpoint видно все хорошо так светодиодный фонарь бывают светодиодные фонари которые ну вообще у нас множество очень мало времени осталось очень хорошо я думаю вы можете закончить введение и перейти собственно тому что вы предлагаете хорошо схема видно да ну и были найдены материалы которые на данный момент уже используются то есть данная тема актуальна в нашем мире в нашей стране здесь вот здесь вот это наглядная схема того как будет устроена сама установка то есть будет идти железный столб к нему будет прикреплена прикреплена аккумулятор вот будет прикреплен фотоэлемент сам светодиодный фонарь фотороле электронный элемент ну и выключатель выключатель для того чтобы произвести какую-то замену то есть вот принцип достаточно прост то что солнечная энергия поступает на солнечную панель потом потом от фотоэлемента электрическая энергия поступает в аккумулятор который является накопителем электрической энергии далее накопленной энергией поступает сам источник света то есть фонарь от чего тот начинает озвучать световой поток и для того чтобы освещение работало автономно требуется установить фотороле то есть когда на улице становится темно там срабатывает датчик и фонарь загорается автоматически то есть без участия человека вот также нужно разместить электронный элемент который отвечает за контроль уровня заряда аккумулятора и уровень свечения фонаря вот и для того чтобы полностью вывести фонарь из режима работы нужно остановить выключатель на этом все спасибо за внимание готов услышать ваши вопросы ну спасибо да время на вопросы уже не осталось поэтому вот такой один короткий самый короткий вопрос опять же это повторы из предыдущего вы тоже не сказали какая сумма необходима на ваш проект и чем он отличается от того что сделано что установлено в нашем городе у меня пока что на данный момент нет расчетов потому что я еще практическую часть не полностью доделал вот мне сегодня предложили просто поучаствовать в конкурсе вот но а из плюсов то что на данный момент есть в солнечные панели используется другого типа я предлагаю именно свой тип монокристаллический там полимерный если не ошибаюсь вот спасибо его все спасибо за внимание еще раз спасибо 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 его давайте тогда перейдем к следующему докладу у нас на очереди где я так понимаю совместные доклады это Зоя Дениса и Калинин Вячеслав можете начинать спасибо 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 ��들이 услышать не сперед隊 29 никуда believes и есть один момент давайте от Денис, Вячеслав, вы здесь? Так, я сейчас с ними созвонился, у них какие-то неповадки со звуком. Так, ну хорошо, тогда у нас... Пропустите их, пожалуйста, а не потом. Тогда следующее выступление, Бычкова и Юлия. Бычкова и Юлия, вы готовы? Так, Юлия, мы от вас текст получили, а какие-то слайды будут, или нам просто нужно прочитать текст и пытаться на основе текста понять вашу идею? Спасибо. Спасибо. Так, да, Юлия, видим ваши слайды. Тогда... Давайте начнем с первого слайда. Я думаю, каждый сам сможет прочитать. И тогда я буду говорить, когда перелистывать. Вот сейчас вы первый слайд можете запустить? Или это и есть... То есть у вас первый слайд, это слайд с названием. Хорошо. Так. Следующий. 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 Давайте пятый, шестой. Пятый, да. Так, дальше. Порога продаж. Ну, хорошо. Я не знаю, как остальные участники, я дочитал. Спасибо за презентацию. Не знаю, если у кого-то вопросы есть, то можно задать до Юлии. Хорошо, спасибо. Артем, есть вопросы? Нет, вопросов нет. Спасибо. Так, ну и, я так понимаю, последнее выступление у нас. Ярослав, вы с нами? Так, у Ярослава какие-то технические тоже проблемы. У нас ребята подключались, по крайней мере, Азюль и Денис. Так, Денис Вячеслав, вы готовы? В принципе, у нас уже времени мало остается, поэтому если нет, то мы из данных трех кандидатов выберем победителя. Но у вас будет последний шанс принять участие. Сейчас подключились. Я еще раз с ними созвонился, сейчас секундочку, хорошо? Какие-то проблемы у них там. Ну, хорошо. Давайте минуту буквально ждем, потому что у нас уже наш мастер-класс к концу подходит. Поэтому последний шанс. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, а вот так вот слышно? Да-да-да. Насколько тут эхо. А еще раз слышно? Вот так отлично слышно. Ну все, тогда мы с телефона звук настроили, а показ будем делать через... Да-да, как вам удобно. Главное, чтобы вас было слышно и видно. Все хорошо. Так, а видно нас не будет. Только вот. Видно сейчас презентацию? Пока что нет. А можете еще одобрить выйти к эфир, в эфир с друг... Ну, получается, у нас как мы из двух устройств. Уже одобрили. Вот сейчас... А, не видно презентацию. Сейчас еще, секундочку. Вот, теперь видно. Да, можете начинать. Все отлично. Еще быстренько слайды. Так. Ну ладно. Ладно, вот так. Так, добрый день, уважаемые эксперты и инвесторы. Мы предлагаем вниманию нашу работу, альтернативную систему отопления в спортивных залах. Как мы знаем, занятие спортом – это неотъемлемая часть нашей жизни. Заниматься спортом нужно в комфортных для этого условиях. Недостаточная вентиляция и неправильный температурный режим способны превратить тренировку в настоящую пытку и ухудшить состояние здоровья. Именно поэтому в спортивных залах стоит использовать качественные системы отопления, вентиляции и воздуха. Большинство реализуемых систем отопления на данный момент являются недостаточно эффективными. Помещения отапливаются неравномерно. Температуру помещения затруднительно скорректировать. И при занятиях физической нагрузкой у человека повышается потоотделение, и кислорода в помещении становится меньше. А зимой очень сложно бывает обогреть зал. Именно поэтому разработка альтернативной системы вентиляции и отопления воздуха в спортивных залах является актуальной на данный момент темой. Теперь не будем вас задерживать. Мы сравнили систему и выяснили то, что наибольшая оптимальная система по экономической эффективности и практичности применения будет основана на электрических радиаторах. И тем самым мы перейдем к модели нашей системы. С учетом необходимости обновления воздуха в спортивном зале мы выбрали систему приточного типа. Также алюминиевые радиаторы из-за долговечности, простоты установки и экономичности. Наша система состоит из окошек вывода воздуха, системы фильтров и вентиляторов для подачи воздуха в систему, отверстия вывода воздуха и электрических радиаторов. Также изюминкой нашего проекта является внедрение GSM-модуля, с помощью которого можно настраивать режим работы и параметры. С помощью мобильного приложения мы можем узнать, что происходит в зале, управлять температурой отопления, снизить ее, когда нужно для экономии средств на ежемесячное обслуживание. Также включить обогрев заранее и к моменту, когда начинаются тренировки в спортивном зале, нас будет ожидать теплый зал, в котором мы можем провести качественную тренировку. Также по окупаемости нашего проекта она составит около 4 месяцев, так как нынешняя система уже установлена и мы не будем брать в расчет стоимости установки. Если же рассматривать объективно и выбирать между двумя системами для установки одной из них, то окупаемость у нас составит около 2 месяцев. Также прошу обратить комплектующие нашей системы и сумма инвестиций примерно 200 тысяч рублей. Теперь перейдем к заключению. Как мы знаем, система устанавливается на долгие года. Она позволит сэкономить деньги на обогревы и конденсирование помещения, сохранив оптимальный температурный режим. Исходя из расчетов, мы выяснили, что система окупится примерно за 2 месяца, а также она будет наиболее выгодной для установки в нашем регионе, так как мы знаем, в Иркутской области самая низкая цена на электричество. Благодаря доле электроэнергии вырабатываем братской газ. Также, что относительно рисков проекта, риски минимальны, так как проект очень важен для общества и такие системы мы можем устанавливать в учебные учреждения, а также в спортивные залы. И тем самым еще изюминку подчеркнуть GSM-модуль. То есть мы можем включить систему и прийти в зал, он будет уже нагрет, и тем самым можем провести качественную тренировку. Спасибо за внимание, готовы ответить на ваши вопросы. Ставший уже классическим вопросом – это объем инвестиций, который вы хотите на ваш проект. Я проговорил объем инвестиций – это 200 тысяч рублей. Если вы сейчас видите на слайде, это будет являться… Насколько я понял, это цена оборудования одного зала. Ну да, и плюсом у нас еще будет… Вопрос немного другой. Вопрос немного другой. Если вы хотите заняться разработкой вот этой системы и потом ее продажей, то на вот эту деятельность вам нужны инвестиции. Ну, потому что вы не можете это делать бесплатно. И вот вопрос в том, какой объем денег вы считаете достаточным на то, чтобы эту систему разработать и начать продавать? Я думаю, саму цену на разработку. Ну, то есть у нас уже есть план, то есть у нас есть комплектующие. Мы не знаем, сколько у нас цен выйдет на монтажные работы. Ну, то есть это уже для каждого зала будет по-разному. И точный объем денег… Не знаю, около трехсот может быть. Трехсот, четырехсот может быть. Ну, так же мы не включаем ежемесячное обслуживание. Оно с каждым месяцем будет как бы поэтому. Ну, если мы сравнивали ежемесячное обслуживание, то есть если взять другие, например, системы отопления, то есть там будет ежемесячное обслуживание больше. И то есть окупаемость таковая происходить не будет. Ну, опять же, да, мы взяли сумму средств именно на комплектующие. Плюсом это будет разработка. И если все-таки все получится и монтажные работы. Хорошо, спасибо. Так, вот мы уже немножко вышли по времени за некие рамки. Поэтому давайте на сегодня будем считать, что выступления закончились. Тач-процедура такая. Инвестор сделал свое решение, он распределил. Вот, Ярослав, к сожалению, у вас уже не успеем выступить. Значит, вот у нас четыре кандидата на главный приз. Теперь вам нужно сейчас, я сейчас скидываю в чат некий шаблон, вам нужно распределить места. То есть вот инвестор распределил, поставил первое место, второе место, третье место и четвертое место. И вам тоже нужно некий свой прогноз, как распределил эти места инвестор. Воспользуйся вот этим шаблоном и тоже так же скинуть в чат. Кто будет ближе всего к правильному результату? Нет, 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 нужно для всех. Нужно распределить все четыре места. То есть не одно место, вот, да, вот сейчас Егор правильно сделал, можете воспользоваться как образцом, как будет приниматься ответ. Да, и сделайте это одним сообщением, потому что это очень важно для подсчета результатов. Так, пожалуйста, еще раз, все, кто хочет все-таки выиграть диплом, пожалуйста, вот последуйте примеру. Вот Тугарин Егор сделал правильно, Зуев Дениса и Калинина Вячеслав сделали правильно, Егор Горелов сделал правильно. Вот, пожалуйста, воспользуйтесь так. Бычковые. Так, ну, Бычкова Юлия, да, тоже. Правильно. Сейчас, секунду. Так, у нас сейчас идут подсчеты некие, поэтому... Так. 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 Так, ну что, уважаемые коллеги, инвестор нас уже покинул, он собрал свои вещи и пошел дальше по своим делам, но вот он мне передал результаты своего голосования, я их сейчас вбил в чат и готов с вами поделиться. Значит, опять же, мы не знаем, по какой версии, по каким критериям инвестор сделал такое решение. Как часто такое бывает, мы не можем спросить у него. Не можем спросить у него обратной связи, но вот, тем не менее, результаты голосования, результаты, которые прислал мне инвестор, вот сейчас высылаю в чат. Так, ну я был прав. Так, в первую очередь, так, пожалуйста, в первую очередь хочу поблагодарить и поздравить Зуева Дениса и Калинина Вячеслава. Все-таки ваш, несмотря на технические трудности, ваша презентация понравилась инвестору больше всего. А вы здесь, вы с нами, давайте, может, небольшое интервью. Как вы думаете, почему выбрали именно ваш проект? Да, включите микрофон, да. Да, вот. А сейчас еще. Да, было слышно, но с большим эхом. Если можете звук немножко подправить. Да, вот сейчас подправили. Отлично. А как вы думаете, почему именно вы победили? Не знаю, но мне кажется, у нас то, что есть модели, у нас есть примерная цена. То есть у нас был очень большой объем расчетов. И тем самым все в совокупности, мне кажется, инвестору именно, мне кажется, важна цена. Да, важно как представить, а не формулы, ну как бы говорили. Да, что из лекций вы использовали, как вы думаете, что сработало? Ну, воздействие на инвестора. Он думает не формулами, он как бы не математик, ему главное заработать на этом. Ему главное деньги, куда вложить и как грамотно вложить. Хорошо, спасибо. Так, значит, тогда смотрите, поздравляю вас, у вас будет диплом, значит, его вам вручат от шагов будущего. Будущее, значит, я передам информацию, вот у вас, наверное, будет, ну, диплом такой комбинированный, но я попрошу, чтобы два сделали, да, чтобы вот один пошел Денису, один пошел Вячеславу. Спасибо. Так, и теперь, сейчас, одну секунду я спрошу насчет результатов второго конкурса. Да, сейчас, одну секунду, там еще подсчеты небольшие будут. Значит, давайте я небольшой анализ сделаю того, что, ну, как бы презентации, которые я увидел. Все-таки, как вы видите, технические трудности могут сильно испортить впечатление, даже о хорошей презентации. Вот мне очень хотелось послушать Бычкову Юлию. Ну, вот видите, из-за технической сложности, технической сложности восприятия, да, в таком формате, текст плюс картинки, все-таки это смазало впечатление. Вот, по поводу Ярослава то же самое. Были технические вопросы, и у человека даже не было возможности рассказать к тому, что, рассказать свою идею, достучаться до инвестора, может быть, даже в таком формате. Вот, дальше по поводу, если даже возвращаться к презентации, давайте пробежимся по ней. Еще раз. Значит, вопрос ко всем четырем презентациям. Были четко сформулированы ответы на вопросы, сколько они хотят, сколько я получу, каковы риски? Вот видите, по сути, было сформулировано только в последней презентации, и по такому совпадению только совпало, что именно презентация и получила главный приз. Ну, выводы делайте сами. Были ли получены ответы на эти вопросы? Ну, где-то да, где-то нет. То есть, насколько компетентны люди. Вот, например, последняя презентация показала, что они разбираются в том предмете, о котором говорили. Визуальное оформление. Вот, с визуальным оформлением, конечно, можно было больше постараться, но, тем не менее, там за 20 минут, конечно, подготовить прям хорошую, красивую презентацию довольно сложно. Это мы все прекрасно понимаем. Дальше, что у нас тут? Вот, еще раз хочу поблагодарить людей, которые не стали отсиживаться в уголке, которые действительно довели, несмотря на ограничения по времени, довели свою презентацию до выступления. Вот, мне кажется, со стилем. Вот, поэтому, ну, и названия тоже. Названия мне понравились, так что хорошо, что вы прислушались моим советам. Так, ну, хорошо, так, сейчас еще одну секунду. Так, коллеги, значит, мы почитали результаты. Результаты, значит, у нас получилось так, что у нас три человека более-менее одинаково ответили, вот, но одни из них победители, поэтому я надеюсь... Денис Вячеславов не сильно нас обидится, если мы им только один диплом выручим, именно за лучшую презентацию. Вот, а также у нас, значит, победили два человека, значит, то есть диплом получили два человека. Это, вот, Егор Горелов и Дарья Кальченко. Вот, поэтому поздравляю, Егор, поздравляю Дарью. Спасибо, спасибо. Да, Дарья, вот, к сожалению, сегодня не выступала, но, вот, видите, все равно удалось получить приз. Да, поздравляем. Значит, вам также будут дипломы переданы каким-то образом через шаг в будущее, через организаторов данного мероприятия. Вот, Насим, хочу вас поблагодарить. Если вот последний вопрос какой-то интересный есть, вот, надеюсь, не по тому, как оценка происходила, а именно по содержанию лекции, по содержанию, то вот сейчас последняя возможность задать, и если нет, то тогда мы уже, мы так уже довольно сильно подзатянули. Извините, второй вот конкурс, где победитель, это о чем он? Я просто забыл немного. Это лучший аналитик, это, ну, не знаю, наверное, пропустили, но вот мы здесь пытались угадать, как распределил места инвестор, и вот два человека, которые были ближе всего к ответу, насколько правильным ответом, насколько я понимаю, они перепутали только третье и четвертое место, вот, они получают диплом. Ага, все, понял, спасибо. А, ну, если других вопросов нет, тогда я благодарю вас за участие, вот, ждем вас в следующем году. Спасибо. Может быть, уже не в качестве школьников, а в качестве студентов в том или ином виде, поэтому, ну, может быть, наши дороги еще на научной тези как-нибудь пересекутся. Вот, поэтому спасибо вам и всего хорошего. Спасибо.